Ну вот про Москву вы в одном из интервью говорили, что это жесткий город. Мне как вот коренного москвичу сложно понять, что это часто говорят, что Москва там слезам не верит, Москва бьет с мыска. Вот в чем жесткость? Объясните, как вы ее ощущали? Это в отношениях с людьми или это какая-то энергетика? Это энергетика города большого, да. Я когда приехал в Москву, у меня, конечно, из маленького провинциального города, приехав в такой большой город, меня, конечно, поразило то, что все занимаются своими делами и никто никому не нужен, и так какое-то равнодушие, все бегут, там у кого-нибудь что-нибудь спросишь, никто не знает, потому что все в основном приезжие, и все бегают, чего-то делают, суетятся, люди приезжают за мечтой, потом эта мечта исчезает, потому что им нужно работать и зарабатывать, у них появляется уже не мечта, а цель заработать деньги, они забывают о своей мечте, начинают жить в этой Москве, мучатся, ради чего непонятно, и вот этот такой клубок огромный, вот такого мегаполиса, он, конечно, гнитет. Вот я сейчас песню просто услышал, Рома, я услышал, сейчас просто песню, она не зарифмована, но, в принципе, по концепции абсолютно ощущается. А любите в Москве выступать или нет? Вот если мы говорим про шестое число, вы ждете этого концерта? Я понимаю, что такой достаточно банальный вопрос, но тем не менее. Ну, дело в том, что мы в Москве последние, ну, даже не последние, а всегда играли в закрытых пространствах, там, будь то олимпийские или там клубы какие-нибудь от больших до маленьких. А на открытом воздухе мы не играли, так, даже на дне города мы, кажется, не играли в Москве ни разу, поэтому мне очень хочется сыграть летний концерт на открытом воздухе, чтобы было весело, хорошо, чтобы не было дождя. Я жду этот концерт. Мне московская публика нравится, но она все равно настолько разная, потому что огромное количество людей живут в Москве из разных городов, из всей страны приезжают. И публика здесь, она, конечно, такая, такая сублимированная из всей страны. Она очень странная, потому что в Петербурге монолитная, однородная, понятная. То есть вы чувствуете, да, разницу в аудитории, да? Да, на севере люди немного медленнее, на юге немного быстрее, пестрее, скажем так. В средней полосе, наоборот, спокойнее. Сибиряки, они еще одни. Там, Дальний Восток, там, Владивосток вообще отдельный город. Они там ходят и считают, что Владивосток – это центр мира, они очень гордятся. Ну, большая страна, и все по-разному живут, и это видно. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. А вот вы сказали про мужское начало, и общим местом считается, что мы сейчас живем в эпоху таких промежуточных половых форм, что сейчас и мужчины такие недостаточно мускулинные, и женщины очень на мужчин похожи. Это вы и в цехе это видите, то есть это и в профессии тоже, или это просто такая антропологическая тенденция нашего века? Или вы считаете, что у нас сейчас нет таких мужчин, которые могли бы сыграть, ну, того же, ну, я не знаю, упомянули уже в фильм «Москва всегда мне верит» Гошу от Баталова? Есть сейчас у нас Баталова или нет? Ну, разумеется, есть. Ну, во-первых, их немного. То есть меньше, чем раньше? Или нет? Я вам так скажу. Если мы ориентируемся на Москву, то меньше. А если мы ориентируемся на Россию, то, я думаю, что нормально так же. А, то есть вы считаете, что в Москве вот эти тенденции заметны? Я думаю, что Москва отличается сильно. Почему? Ну, Москва, как вы сказали, действительно отдельное государство. Да. И столица вообще всегда отдельное государство, мне кажется. Ну, как-то, знаете, люди рвутся в Москву, наверное, за лучшей жизнью. Да, Москва, если зам не верит, мы знаем уже это. Ну, она не верит сейчас, она вообще-то звучит по-другому. Москва бьет с носка, если зам не верит. А она бьет с носка, действительно, и чтобы было не так больно, или приспосабливается, наверное, каким-то образом. Это модно сейчас, когда с развитием феминизма, значит, модно, когда молодые люди элегантно женственны. Это тоже дань моде.